Привет народ, в сегодняшнем видео делаем солнечную панель. Поликристаллические кремниевые элементы для панели были заказаны на Алиэкспресс. Посылка шла около месяца, ну а распаковку вы видите на экране. Для тех, кто никогда не сталкивался с кремниевыми элементами, скажу, что это очень хрупкая вещь. Их толщина приблизительно как у альбомного листа. Ну и естественно, первое что я сделал, пересмотрел, все ли доехало в целости. Да, и кстати, желательно вот так как я на видео не брать их за лицевую поверхность. Очень хорошо они собирают отпечатки. Заказывал у китайцев я 50 элементов, пришло 52, здесь китайцы молодцы. Но один элемент был сломан, и еще один оказался нерабочим. В общем, получил то, что заказывал, 50 штук. Чтобы собрать панель, нам понадобятся не только элементы. Нам нужен флюс, который, кстати, я не стал заказывать, дальше расскажу почему. И шина. Шину я заказал. Следующий обязательный этап, это проверка элементов. Это действительно важно. Имейте в виду, что даже один нерабочий элемент испортит вашу панель. Как я уже и говорил, один элемент оказался нерабочим, практически ничего не дает. В процессе проверки еще на одном элементе заметил трещину. Залил клеем. Элемент рабочий, но в эту сборку я его ставить не буду. Всегда берите элементы с запасом. Очень велика вероятность, что при пайке или при сборке элементы могут треснуть, так что запас обязателен. В сегодняшней сборке для своей панели буду использовать 40 элементов. Стекло использую, обычное, оконное. Вот такой кусок у меня был, с ним и будем работать. Размеры 69 на 32. Я подсчитал, здесь нормально разместится 40 элементов. Пора бы уже начинать пайку, но, как вы помните, флюс я не заказывал. Сделаем его сами. Для этого нам понадобится канифоль и спирт. Посмотрев несколько обзоров на китайский флюс, я понял, что китайцы продают то же самое, что сейчас сделаем мы, только в виде маркера. В общем, берем канифоль, измельчаем ее в порошок и высыпаем этот порошок в спирт. Думаю, многие знают этот рецепт, все очень просто, но это работает. С флюсом разобрались, нарезаем шину. Шину отмеряем по двум лежащим элементам, даже можно резать немножко меньше. В данном случае зазор между элементами можно не учитывать вообще, поскольку контакты задней части пластины зачастую находятся не с краю. Пластины порезаны хаотично, и в большей части пластин места пайки находятся где-то посередине. Разобрались со всеми мелочами и добрались до самого интересного. Хватаем паяльник и вперед. Скажу так, что это только на видео, все так быстро и просто. Пайка элементов это долгий, объемный и очень кропотливый процесс. И далеко не всегда шина хочет нормально припаяться к пластине. Вот честно, сколько пересмотрел подобных видео. Раз провел паяльником, все прилипло, взял следующую и процесс идет очень быстро. В реальности, чтобы все нормально держалось, дорожки на пластинах пришлось залуживать. Конечно же, все это занимает время. Плюс, теряя время на съемку видео, пайка элементов заняла у меня три дня. Конечно же, не полных дня, паял вечерами, но все-таки хочу, чтобы вы понимали, что на все это нужно действительно много времени. Ну и пока идет процесс, расскажу, для чего мне панель и что в итоге должна выдавать эта маленькая солнечная батарея. Естественно, размеры у панели скромные и большой отдачи я от нее не жду. 40 элементов это 20 вольт рабочее напряжение. Напряжение холостого хода будет, около 24 вольт. Ну а использовать планирую для зарядки гаджетов. Телефон, планшет, пауэрбанк. Но чтобы их подключить, на выходе нужно 5 вольт. Для этого использую понижающий DC-DC преобразователь. Но об этом поговорим позже, пока продолжаю пайку. Итак, шины к элементам уже подпаяны, теперь все это нужно спаять вместе. Собираем вот такие дорожки. В ютубе видел, что для пайки этих дорожек люди делают специальные шаблоны. Конечно же, если так заморочиться, между каждым элементом будет идеально точное расстояние. Я заморачиваться не стал, паяю на глаз. Панель небольшая, получается нормально. А если и есть небольшое отклонение, считаю, что это допустимо. Мы же не картину рисуем. На производительность не влияет. Иногда случались и вот такие моменты. Обидно. Но, как я уже и говорил, запас обязателен. Еще раз подчеркиваю, панель рассчитываем так, чтобы оставались лишние элементы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Понемногу панель приобретает более законченный вид. Все дорожки собраны. Следующая наша задача проверить каждую дорожку по отдельности. Несмотря на то, что каждый элемент уже был проверен ранее, проверяю себя, что я спаял и вот он косяк. Припой растекся и замкнул контакт. Было бы неприятно, если бы не проверил и собрал панель полностью. А так исправляем проблему и двигаемся дальше. Дорожки между собой буду соединять проводом. Остатки шины и шесть рабочих элементов, которые я не использовал, пойдут на следующую панель. Хочу собрать еще одну, довольно крупную панель, но пока это только планы. Возвращаемся к работе. Нарезал нужные мне кусочки провода, зачистил места пайки и вот так вот они будут располагаться. Все элементы спаяны. На всякий случай еще раз проверяю. Ну а теперь более детально показываю все поближе. Итак, самый сложный кусок работы уже позади. Дальше нам нужно приклеить элементы к стеклу. Клеить буду обычным скотчем. Отрезаем маленькие кусочки и фиксируем элементы. Проклеив элементы, убедившись, что уже ничего не сдвинется, полностью закатываем все в скотч. Думаю, у многих уже закралась мысль, что скотч это несерьезно и ненадежно. Не спешите выключать, в нашем случае скотч не будет нести никакой несущей нагрузки. Его задача всего лишь удерживать элементы, чтобы они не соприкасались. Потому что сверху мы все это накроем вторым стеклом. Тем самым получим вот такой бутерброд, который надежно зафиксирует элементы и предотвратит попадание влаги. Клеить стекло буду на силиконовый герметик, но перед этим обезжирим поверхность. Наносим герметик вначале по периметру, а потом и поверх скотча между элементами. Да, и кстати, герметик не экономьте, наносите более толстым слоем, чем я на видео. Чтобы получилось действительно хорошо, лежащее сверху стекло должно выдавить его до края. Также важный момент перед тем, как будем вложить стекло. Проверяем наши выходы из панели, чтобы ничего нигде не замкнуло. Чтобы под весом стекла не треснули элементы, герметик вложил кусочки провода. Вес стекла ляжет на них, а наши элементы будут прижаты только герметиком. Аккуратно укладываем стекло, на скол на углу не обращаем внимания, рамка его перекроет. Как я уже и говорил, слой герметика нужно ложить побольше, мне пришлось еще раз проклеить все по периметру. После высыхания герметика, первое чем я занялся, это проверка. Было очень интересно, сколько выдаст панель. Вынес на улицу, кстати было очень облачно, срывался снег. 21 вольт в холостую. Нормальная проверка, будет дальше, а пока собираю рамку. Чаще всего рамки для панелей собирают из алюминиевых уголков. Уголков у меня нет, я использую профиль от старых карнизов. Это конечно не алюминий, а цинкованное железо, но как по мне получилось довольно неплохо. В общем, панель собрана, можно проверять. Но, чтобы к ней подключиться, нам нужен контроллер. В качестве контроллера решил использовать вот такой модуль. Понижающий и повышающий DC-DC преобразователь. Вещь интересная, обзор на эту штуку есть на канале, но что-то пошло не так. При подключении нагрузки, модуль начал выключаться. Вначале подумал, не хватает мощности панели, проверил с блоком питания, в общем модуль неисправен. На Алиэкспресс был заказан другой повышающий-понижающий преобразователь. Модуль совсем дешевый, более чем в половину дешевле предыдущего. Испытание панели пришлось отложить на месяц, именно столько шла посылка из Китая. Долгожданная посылка распакована. По данному модулю будет отдельный обзор на канале, а сейчас подключаем панель. При подключении будьте внимательны, защиты от переполюсовки на входе здесь нет. Итак, что я могу сказать. Модуль отличный, все работает прекрасно. На блике на экране не обращайте внимания, камера не передает, но экран работает отлично. С помощью мультиметра сейчас замерим входное-выходное напряжение, ну и подключим гаджеты для зарядки. Ну что, сами все видите, панель рабочая. Для тех целей, для которых я ее создавал, для зарядки телефона, планшета, пауэрбанка, в общем, все работает отлично. Чтобы все это выглядело немного поаккуратнее, для модуля был напечатан корпус. Более детально об этом расскажу и покажу в обзоре самого модуля. А сейчас еще напечатаем специальную коробку, чтобы спрятать контакты, выходящие из панели. Вот такая панель у меня получилась. Со своими задачами она справляется отлично. Результатом я доволен. Ну а я буду с вами прощаться. Искренне надеюсь, что видео было полезным. Ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. На комментарии всегда стараюсь отвечать. Всегда рад с вами пообщаться. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Всем пока.